Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Борьба за выживание. Несколько десятков лет жители деревни Лабашская ждут строительства фермы и боятся наступивших холодов. В Ненецком округе завершился пленэр «Краски Арктики». В этот раз на ежегодное портретирование приехали мастера кисти из Коми Республики, Вологодской области и Санкт-Петербурга. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 23 пациента. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2206 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2052 человека. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 154 человека. Из них стационарное лечение получают 41 человек, амбулаторное – 113. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 993 человека и все они находятся на карантине. В регионе зарегистрировано 42 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В регионе началась работа по рассмотрению окружного бюджета на ближайшие три года. В работе совместного с администрацией Ненецкого автономного округа заседания приняли участие депутаты окружного собрания. Свои расчеты на ближайшие три года представил Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. В структуру профильного ведомства входит 11 подведомственных учреждений. На систему здравоохранения в следующем году планируется выделить порядка 5 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда на меры социальной поддержки жителям региона по направлениям, которые курирует департамент. На заседании рассмотрены расходы на содержание учреждений системы здравоохранения, выполнение государственных заданий и мероприятий подведомственных организаций. В первую очередь окружные депутаты обратили внимание представителей профильного ведомства на сохранение кадров в учреждениях. Если речь идет о сокращении штатной численности работников, это должно быть обусловлено объективными причинами. При обсуждении финансовых расходов на отделение социальной защиты населения депутаты обратились с просьбой к администрации увеличить количество сотрудников учреждения. На них возложена огромная работа по подготовке документов и обработке данных, которую они выполняют в срок и добросовестно, но работают всегда в напряженном режиме. Представители профильного ведомства проинформировали также, что в рамках окружного бюджета предусмотрена индексация 13 мер социальной поддержки на следующий год. На это дополнительно будет выделено порядка 28 миллионов рублей. Борьба за выживание. Несколько десятков лет жители деревни Лабожская просили помощи в возведении фермы. И вот свершилось. Средства на стройку в размере 50 миллионов рублей обеспечил Заполярный район. Тему продолжит Наталья Дуркина. Подпоры, подпоры, они уже падают. Гнилой брус, потолок в плесени, крыша превратилась в решето. Это не заброшенное здание, а функционирующая ферма. Уже больше 20 лет работники своими силами пытаются решить проблемы. Бревна, доски и весь подручный материал несут из дома. Во-первых, да, это дожди. Крыша потому что дырявая, она вся на подпорах, она вся провисла. Столбы вот эти, которые, вы видите, вот эти все столбы, они просто падают с кирпичами. В этом году весной вот этот щит вместе с кирпичами, он упал на дежурную и на телят. Могло бы и дежурную, это как бы живых небы не быть, и скот просто. Это не один еще столб, их много тут столбов, которые, они просто рушатся, все рушится. Надеялись на кирпичную стену, которая сдержит здание. Впрочем, и та уже стала сдавать позиции. Рабочие, как могут, пытаются остановить процесс разрушения. Вот эта стена, она просто падает. Она падает, она рушится. А это основная стена, которая держит вот это все. Здесь все на подпоры. Все везде подпоры. Вот эти двери надо ремонтировать. Прогнившие двери, которые разделяют кормоцех от производственного, еле держатся на петлях. Работники неоднократно просили выделить материал для замены. Однако до сих пор ждут обещанного. Как бы ни старались рабочие излатать дыры в крыше, все тщетно. Дождь попадает в здание, отчего и работники фермы, и скот постоянно болеют. Зимой дело обстоит еще хуже. Снег с крыши ползает, скидываем, потому что в прошлом году крыша провалилась. А если крыша провалится, то упадет весь потолок. Вот и ползаем тихонько на свой страх. И рысь, скидываем снег, скотываем, чтобы он крыши выдержал. Потому что больше не знаю, как тут. Если вот сами сейчас видели, что тут творится. Телят, например, резали до такого, что шкура на полках оставалась. Потом как бы лечили, бывало такое. Они вот лежат теленок, часа за полтора, он просто промерзает. Вот дежурные ходят, но где-то кипятком полегаем, чтобы лед вот этот дошел. На ферме рабочие построили своими силами две клетки специально для молодняка. Ведь зимы в регионе суровые, а на ферме никакого отопления нет. Вот именно в таких клетках зимой держат по 11-12 телят, чтобы они не замерзли. Всего на ферме 61 теленок. Из них до года 36, старше 25. Вместе со взрослыми 97. Здесь делают вкуснейшее, по словам местных жителей, масло, творог, молоко. У нас вид продукция хорошая, у нас спросом пользуются. Масло вкусное, молоко у нас замечательно, творог, сметана. А вот видимо в городе никому не надо, наверное. И молодежь скоро убежит. Правда, бежать некуда. Сами знаете сейчас, какая жизнь тяжелая. А вот молодежи, получается, обещали места на новой ферме. Да, да. У нас ведь много молодежи. Еще даже с города, который Лапожский, в Наринмарии живут. Вот тут одна семья есть. Они сказали, говорят, была бы работа, хорошая работа, должность, допустим, даже ферма теплая. Мы, говорят, приехали бы всей семьей. Они даже здесь дом купили. А куда поедешь? Куда поедешь? В таких условиях вот работаем. С визитом в Лапожской неоднократно приезжали представители власти. Осматривали ферму, принимали решение о строительстве новой. Вопрос, как казалось тогда, сдвинулся с мертвой точки. Это обещать? Все обещали. Все обещали, что ферма будет. А земля была не оформлена. Долго ее оформляли. Это все протянулось. Когда все оформили, с подрядчиком начались проблемы. Надо, значит, чтобы была какая-то предоплата. Ну, сделали предоплату. А время-то упущено. Время упущено. Сейчас ждем, когда будет засыпка. Привезут должны песок и щебень. А когда он будет? А уже скоро. Сейчас сентябрь пройдет, а там будут уже заморозки. Там шубу понесет. Не фермы. И останемся мы в этом разбитом корыте. У нас ни тележи. У нас вообще ничего нет. Самодельные кормушки и телега, устаревшее оборудование – все это заменят на новое. Будущая ферма будет построена из сэндвич-панелей, что обеспечит тепло как для работников, так и для скота. Ферма новая будет строиться. На площадке департамента совместно с администрацией Заполярного района проведено совещание. Впоследствии выездное совещание на ферму. Есть инвестор, который построит здание новой фермы на оптимальное по составу количество голов. Данная стройка обеспечена бюджетом администрации Заполярного района. Деньги предусмотрены, что позволяет гарантировать то, что после строительства эту ферму у инвесторов выкупят. Как пояснил Альберт Чебдаров, в деревне Лабожская внутренняя потребность в молочной продукции очень низкая. Именно поэтому было принято решение построить ферму на 50 голов. Подрядчик подписал контракт на выполнение работ еще в августе. Казалось, времени достаточно для того, чтобы завести материал. Тем не менее, строительство фермы перенесли на следующий год. Мы с депутатами планировали, что ферму построим в этом году. К сожалению, так получилось, что затянулись с разрешительными документами на поделение участка земельного. Потом пошли процедурные вопросы и разрешение на строительство мы получили только в начале августа. Естественно, что в этом году мы ферму не успеваем строить. Поэтому с начала следующей навигации мы планируем, что в течение лета, осени ферма будет построена. Однако работники фермы переживают, что этой зимы ни здание, ни скот не переживут. А если упадет, кто за это отвечать будет? Все, сейчас больше никто не ездит, наверное, не приедут. Нету веры. Нету веры в людей уже. Нету веры в начальников. Они, ладно бы, они к нам не ездили, они же к нам приезжают, смотрят. Да-да-да, да-да-да, прошу, три года прошу, дайте тележку. Сорок голов у меня телят, утро-вечер, представьте мне, сколько килограмм, сколько тонн мне надо вытаскать. Я вручную вытаскаю. В 21 веке живем, это же можно было спокойно подъехать, мне подвезти. Я не могу добиться, даже тележку не даю. Три года уже бьюсь, не, бесполезно. Привезем, привезем. Сейчас кричат, денег нету. К слову, районные власти не отказываются от помощи. Нужна заявка от владельца фермы – великовисочный животноводческий комплекс. Тогда материал доставят, и ферма сможет еще простоять год. Мы с депутатами всегда помогаем непосредственно работникам фермы, руководителям, с тем, чтобы производство могло работать в полную силу. Естественно, что в это время, если поступит заявка на ремонт фермы, естественно, мы дадим. Для этого нужно посуетиться руководителям, с тем, чтобы оформить, ну и в том числе и администрацию заполярного района, чтобы внести ее на октябрьскую сессию, чтобы мы могли принять это самое. На каком этапе в данный момент находится подготовка к строительству, к сожалению, не удалось узнать. Подрядчик категорически отказался от комментариев. Тяжело живем. Тяжело, больно, обидно. Самое большее – это обида. Лето осталось позади. Впереди суровая северная зима. Наталья Дуркина, Леонид Шишилов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Деревня Лабожская. В микрорайоне Сахалин до конца октября будут установлены ливневые очистные сооружения. Таким образом, частично будет решен вопрос со стеканием талых вод в весенний период и в период дождей, когда вода скапливается на тротуаре и проезжей части дороги. Насколько будет эффективна работа ливневой канализации и появится ли подобное сооружение, в центре окружной столицы расскажет Александра Литкова. Большое скопление талых вод весной и в период дождей на дорогах и тротуарах – для горожан привычная картина. Страдают от этого и водители, и пешеходы. Решить проблему, казалось бы, просто – построить ливневые канализации. Как пояснили в профильном департаменте, работа эти весьма дорогостоящие. Сама ливневка, если делать ливневку в том смысле, в котором мы ее понимаем, это надо будет делать, прокладывать в том числе прогрев, предусматривать и так далее. И тем более в центре города, это надо проходить проколом, это очень дорого и пока с неизвестным результатом, как она будет работать. Установку ливневой канализации в микрорайоне Сахалин можно назвать экспериментальной. Конструкция предусматривает стекание вод по желобам в очистные сооружения, которые будут установлены в районе лесозаводской курьи. Однако местных жителей беспокоит то, что в зимний период городские дороги посыпают песком, что может привести к забиванию желобов. Дороги начнут посыпать песком. Потом пойдут трактора, расчищать снег. И вместе со снегом, с песком это все повалится в ливневую канализацию. И мы боимся, что к весне ее забьет так, что придется чистить. А чтобы ее прочистить, надо предварительно снять сетки, сетки на четырех, на шести болтах. Чтобы их снять, надо опять разбивать бетон. Бетон у них забетонировано. Разбивать бетон. И посмотрим, конечно. Ливневая канализация предусмотрена и на участке дороги по улице Ленина, где в данный момент идет реконструкция дорожного полотна. Здесь будут установлены две накопительные емкости по 75 кубометров, куда и будут попадать талые воды с поверхности дороги, а затем откачиваться. Если оба объекта справятся со своей задачей, то подобные сооружения будут установлены при реконструкции других городских дорог. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. На благо волонтерства. Накануне Центра развития бизнеса и Ресурсный Центр Добровольчества подписали соглашение о поддержке волонтеров предпринимателями. Данная мера поддержки была разработана по поручению губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Мы разработали скидочную карту волонтера. В программу скидок у нас включено уже порядка 10 предпринимателей. В эту программу со стороны волонтерства у нас включаются волонтеры, которые набрали в течение года более 35 волонтерских часов. Волонтеры часто сотрудничают с Центром развития бизнеса на различных мероприятиях. Мы постоянно их привлекаем именно на проведение каких-то больших мероприятий, будь то бизнес-форум, будь то гастрономический фестиваль. Опыт есть, и поэтому мы с удовольствием включились в данный проект и будем сейчас разрабатывать совместные меры поддержки волонтеров. Волонтерская деятельность в Ненецком округе ведется довольно активно. Добровольцы помогают самоизолированным гражданам и пенсионерам. Рябиновая аллея становится больше. Накануне депутаты окружного собрания по традиции высадили деревья. А бычий зародился в 2019 году. Тогда, в честь 25-летия образования собрания депутатов, в парке были посажены первые 16 рябин. Участие в экологической акции приняли члены молодежного парламента. 16 рябинок дополнили аллею в парке «Юбилейный». С каждым годом их количество заметно растет. Вместе с депутатами окружного собрания добрую традицию, зародившуюся три года назад, по озеленению города продолжили члены молодежного парламента. Юлия Толеева к посадке саженцев отнеслась более чем ответственно. У нас в городе мало озеленения. Последние годы у нас каждый год проходят акции по высадке саженцев. И, мне кажется, лет через 5-10 мы увидим высокие деревья. Ежегодно к депутатам окружного парламента присоединяются и сотрудники аппарата собрания депутатов Ненецкого округа. Каждый старается внести свою лепту в озеленение любимого города. Хотелось бы, чтобы большее количество людей принимали в этом участие, чтобы город становился красивее, зеленее, ухоженнее, чтобы было приятно здесь гулять людям, в том числе молодежи. Некогда пустынный уголок парка «Юбилейный» теперь аллеет рябинами. Деревья подобраны не случайно. По мнению председателя окружного собрания депутатов Александра Лутовинова, именно это дерево ассоциируется с красным городом Нарьинмаром. Тогда, когда рябина растет вместе, она просто создает изумительную красоту. Эти переливы этих красок, бордовых, красных. Конечно, это очень здорово и красиво. И, мне кажется, все стараются даже сфотографироваться на фоне рябиновой аллеи. За три года на аллее городского парка появилось более 50 деревьев. И с каждым годом их будет больше. Потому что традицию будут продолжать. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненинском округе завершился межрегиональный художественный пленэр «Краски Арктики». В этот раз на ежегодное портретирование приехали мастера кисти из Коми-Республики, Вологодской области и Санкт-Петербурга. По итогам работы была организована выставка. О том, как создавались картины на просторах тундры, расскажем в следующем сюжете. Разнообразие картин перед зрителями и выступления самих художников. Все это было предоставлено в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Здесь собрались самые истинные ценители искусства. Мы проводим презентацию персональной выставки художников из Санкт-Петербурга, живопись Федора Жукова и Людмилы Бирюковой. И также мы проводим презентацию, выставку, показ пленэрных работ. У нас с 14 по 24 сентября в регионе проходит художественный межрегиональный пленэр, на который приехали художники из разных регионов. Художественный пленэр заключается в том, что мастера выезжают на местность с красивыми ландшафтами и переносят все увиденное на холст. Побывать наедине с природой и запечатлеть ее на века в столицу Заполярья приехали профессиональные художники из разных регионов. Один из них Федор Жуков. Мастер кисти, занимается творчеством уже более 25 лет. Объехал много регионов и поучаствовал не в одной сходке художников. А вот побывать за полярным кругом ему удалось впервые. На художественном пленэре с Федором Жуковым также работали и мастера из других регионов. Наталья Поликарпова в Неницком округе уже не первый раз и уже знакома с местной природой и суровым климатом. Именно поэтому выезд на целый день далеко в тундру для нее не составил труда. Пленэр в чем заключался? Мы приезжали на место, выбирали на туру. Где-то около часа у нас уходило на то, что мы искали красивые места, кому что понравится. Потом мы ее оценивали, подбирали, какая нам бумага подойдет, что там, чего, как. И уже садились непосредственно, этюдники открывали и писали эти места. И можно было, допустим, нас увозили надолго с обедом вместе, и тундра позволяла, можно было крутиться на 360 градусов. Несмотря на холодный ветер и дождь, Наталья за один выезд успела написать не только 3-4 этюда, но и поделиться опытом создания картин с местными художниками-педагогами, которые также приняли участие в пленэре. Будучи педагогами, редко имели такую возможность, имеем ее, потому что весь день занят с детьми. Как ни странно, редко. И вот то, что такая возможность появилась, да еще среди художников, грамотных, профессиональных, практикующих, опытных. Это была для нас просто школа. Такая прекрасная школа, что мы искренне благодарны организаторам. По окончанию художественного пленэра мастера представили свои работы на суд зрителей. Посмотрела работы участников пленэра, совершенно прекрасные, очень живые, они все свежие и одухотворенные. И вообще выставка произвела прекрасное впечатление. Очень благодарна за то, что пригласили на открытие. Также на выставку пришли и местные начинающие художники, которые открыли для своего творчества необычные идеи. Нашла новую технику рисования маслом, то есть какие-то там фишки, что-то такое. И которые буду потом использовать в своем опыте. Посмотреть картины художников можно, посетив выставочный зал Дворца культуры Арктика со вторника по пятницу с 9 до 18.00 и в субботу с 11 до 13.00. Вход бесплатный. Экспозиция будет работать до 20 октября. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды Север из заказа авто Автолига.